А здрасте! Всем друзья приветуленькие, у нас продолжается ферма и карта Золотой Колос и второй сезон подходит к концу. Делаем потом небольшой перерывчик, но прежде чем это все делать, надо доделать все свои дела, которые были запланированы на второй сезон. И в общем-то погнали смотреть, что у нас происходит, что у нас сделалось, что у нас не сделалось, что нам надо сделать и что нам не надо делать. Для начала, друзья, как обычно поля. Десятое поле у нас растет пшеничка, на соседнем поле у нас опять растет пшеничка, еще на другом соседнем поле у нас тоже растет пшеничка, хотя я сюда овес планировал сажать, но что-то затупил и засеял пшеничку. И еще на соседнем поле, правда оно не до конца созрело, у нас растет овес, я уже опомнился. Для чего здесь это все растет? А для того, чтобы это все отвезти на мельницу и переработать там в крупу. Кстати, у нас уже почти здесь завершилась переработка ячменя, сейчас мы к этому вернемся. Значит, смотрите, нам надо заготовить 60 кубов разных круп, давай, дружище, быстрее, сейчас надо потыкать будет там, хотя ладно. Нам надо будет заготовить по 60 кубов различных круп, пшеница получается там больше будет, чем 60 кубов, мы ее переделаем, разумеется, в муку, потому что она дороже, это выгоднее будет. Все остатки мы все сегодня продадим с мельницы и заработаем кучу бабла. Так, все остановлено, красава. Смотрите, есть производство пшеничной муки, мы, соответственно, сделаем 60 кубов, есть производство перловой муки, сделаем 60 кубов. Нет, перловая это не то овсяная крупа, да, овсянку, потому что надо жрать овсянку по утрам. В общем-то, сделаем, ну, овес мы весь будем перерабатывать, поэтому остатки продадим. Пшеничную муку, точнее пшеницу, будем в муку переделать остатки. Что у нас здесь по ТО? Все в порядке у нас, да, кстати, прокачаны линии сейчас, мукомольная и фасовочная на второго левела. Крупорушку поставлю качать, когда придет время. Ресурса 79%, до ТО надо 5 часов как-то подождать. Знаете, давайте сейчас поставим выполняться, пока мы тут муку приведем, пока то да сё. В 10 утра надо будет обязательно не забыть запустить это все дело. Также, друзья, наши деревья, они уже еще подросли, по-моему, это уже предпоследняя стадия роста. Сегодня мы их, разумеется, пилить не будем и пилить мы их начнем, когда приобретем производство, мебельную фабрику или как она там называется. Но это, друзья, уже будет в следующем сезоне, сейчас деревья пускай растут и готовятся. У нас будет еще примерно 2 дня до следующей серии, потому что посева сегодня никакого не будет. Мы оставляем все под парами, нам надо разобраться с нашими производствами, все попродавать. Может быть, кстати, даже не один день на это уйдет, не знаю, посмотрим. Также, друзья, по поводу теплиц, что я хотел сказать. Во-первых, я на северный тепличный комплекс отвез 60 кубов сахара, который у нас будет лежать как заначка. Также мы сюда поперевозим на северный тепличный комплекс все крупы. Они также будут здесь храниться на всякий случай. Ну и у нас был фейл там с томатами, с клубникой, со срочным грузом. Я здесь опять восстановил, теперь здесь 60 кубов клубнички у нас хранится. С этим, в общем-то, все понятно. Когда у нас закончится здесь плодоношение, мы загрузим обогащенный грунт. Сажать теплиц я сегодня не буду. В общем-то, тоже будет такой день отдыха. Отработанный грунт надо будет вывести. Может быть, закупим обогащенный, чтобы здесь он тоже лежал. Хотя, опять-таки, за день на обе теплиц у нас не получится это сделать. Поэтому, ну там будем смотреть. Это все не так важно. Ну и, друзья, еще сегодня надо будет обязательно продать наши тюки. И, наверное, надо будет избавиться от склада. Он мне здесь не очень нужен. У нас здесь дохренища тюков сухой льняной соломой. Они все очень дорогие. И поэтому кучу денег мы заработаем. Для этого надо будет купить прицепчик специальный. Или в аренду взять. Скорее всего, в аренду. Хотя, может, и купим. Почему бы и нет. И все это дело мы отвезем. Ну и, в общем-то, погнали работать тогда, да? Первым у нас, друзья, разумеется, отправляется работать комбайн. И с ним поедет работать один грузовик. Он будет это все дело отвозить на базу. Потому что сейчас на мельницу возить смысла никакого нету. Она сейчас остановлена. Там сейчас техобслуживание проходит. И ближайшие три часа еще будет проходить. В общем-то, один комбайн будет работать. На следующий сезон, скорее всего, мы возьмем еще один комбайн. Не знаю. Надо сейчас посмотреть будет, сколько у нас будет денег на следующий сезон, на старт. Потому что там надо будет и завод купить. И поля мне еще хочется прикупить. И технику для бревен тоже надо будет обязательно покупать. Там очень большая статья расходов. Поэтому надо сначала прикинуть, что к чему. Но второй комбайн, скорее всего, будем брать. Вообще, парк техники тоже неплохо было бы расширять, наверное. Но будем смотреть, в общем-то, потом. Все эти поля, они уберутся. Я ему, кстати, одометр сбросил на ноль. Мне вдруг интересно стало посмотреть, сколько же километров наматывает за одну уборку, за одну такую вот уборочную, все наши поля, наш комбайн. И посмотрим в конце, если я не забуду. А вообще, друзья, я вас обманул. Короче, надо же отправлять еще на продажу чуваков. Поэтому этого мана мы снимаем, потому что нам тягач нужен. И на работу с комбайном отправляем вот этого вот зерновоза. Он, в принципе, тоже отлично справится. Тут вместимость 54 куба у него. Так что все нормально будет. А мы сейчас, нам надо максимум этих самых контейнеров возить. Поэтому сейчас всех вот этих вот ребят отправим кататься с контейнерами. А что нам вообще надо из контейнеров? Так, давай-ка мы тебя пока заглушим. Что нам вообще сегодня надо продать? Во-первых, нам надо продать наше добро с мельницы. Да, у нас еще будет небольшое пополнение муки пшеничной фасованной. Кукурузную крупу 60 кубов надо отвезти. Вот, блин, вот видите, 7 утра стукнуло. И какая сразу резкая смена освещения. Или здесь свет погас. Я не знаю, она мне по глазам очень сильно ударила. Кстати, кукуруза. А что кукуруза не переработана до конца? А, кукурузу мы еще будем перерабатывать. Я понял, ладно. В общем-то, что нам надо вообще сегодня куда отвезти? С мельницы кукурузной крупы надо отвезти 60 кубов на северный тепличный комплекс. Там у нас находится склад, где у нас все эти заначки лежат. В общем-то, одну заначку в 60 кубов надо туда отвезти. Пшеничную фасованную муку нужно будет всю абсолютно продать. Прямо сейчас мы этого делать не будем, потому что у нас еще появится эта самая пшеничная фасованная мука, потому что пшеницу мы перевезем. Ржаную фасованную муку мы просто сливаем, и можно уже это делать. И перловую крупу тоже можно уже продавать. Единственное, но на перловую вот эту вот самую крупу у нас, во-первых, есть контракт, который у нас в прошлой серии появился. 163 куба улетит по контракту. В принципе, наверное, с этого можно будет и начинать, если открыт уже триггер. Ну и 60 кубов из этой перловки, конечно же, тоже надо отвезти на склад, на заначку. И в конце, когда все закончит работать, надо будет еще продать все отруби. Хочется мне почему-то вот освободить, прям сильно освободить этот завод. Не знаю, сколько времени на все это уйдет, без понятия. Также на сахарном заводе. Возможно, эти 923 куба будут перерабатываться еще целый день. По ТО там все замечательно, оно ночью выполнялось. В 9 утра надо будет обязательно запустить этот завод. У нас уже есть 240 кубов сахара. Заначку я уже отвез. Сахара здесь не очень много получается, увы. Но что есть, зато он дорогой. Ну как, относительно дорогой. Дороже, чем свекла. В общем-то, этот завод еще тоже будет работать. Жмых тоже надо будет продать. Жмых продавать, кстати, это будет тоже отдельный геморрой. Надо будет и время мотать. Хотя, мне там немножко подкрутили, и можно больше теперь продавать жмыха и отрубей. Кстати, интересно, сколько? О, смотрите, видите? 167 кубов, 380 кубов. Можно вывозить без проблем теперь. В большом количестве. В общем-то, с сахарным заводом у нас тоже все понятно. Сады и теплицы. Томаты, огурцы можно вывозить уже начинать прямо сейчас. Если там, конечно, триггера тоже открыты. Баклажаны чуть попозже, когда закончится плодоношение. С клубникой с другого тепличного комплекса. Ее уже есть 800 кубов. Тоже, как только закончится, можно будет все прекрасно вывозить. И у нас на это, друзья, есть три здоровых контейнера. Они это будут делать, с одной стороны, конечно, долго, потому что объемы здесь гигантские. С другой стороны, втроем по 180 кубов за одну партию, они сделают это довольно быстро. И начнем мы, знаете, с чего? Я еще сам не знаю, с чего мы начнем. Давайте посмотрим цены и возможность вывоза. Мы точно можем уже избавляться от ржаной фасованной муки. На ЖД станцию много не вывезешь. Круглосуточно на хлебокомбинат можно вывозить. Миллион восемьсот двадцать пять. Я думаю, мы одного парнишу отправляем туда сразу же. Давайте вот этот, который у нас, в принципе, здесь и стоит. Поменяем ему прицепчик. Перепаркуем. Вот так вот. Стой здесь, дружище. А вот этот вот мы цепанем. Что он не едет совсем? Че не так-то, а? Во. Вот это вот мы дело все подцепили. И сейчас мы его на автодрайве отпустим, запустим в работу, да. Давай, друг, ты у нас будешь намелиться. Я, кстати, автодрайв себе полностью доделал. В группе Золотого Колоса он выложен. Если кому-то вдруг нужны прям именно мои маршруты, то, пожалуйста, берите. Мельница, товар, загрузка. Так, только не с комбайном работать, а перевозка. На хлебокомбинат номер три. Давай на первый склад выгрузка. И возить ты будешь фасованную муку ржаную. Ну и тебе, видимо, дохрена раз нужно туда покататься. В общем-то, едь катайся. У нас на балансе сейчас 235 тысяч. В общем-то, в конце посмотрим, что мы заработаем на этом. Давайте со вторым разберемся. У нас также есть контракт на ячменную муку. Точнее, крупу ячменную, которая перловка. Во-первых, нужно сделать обязательно заначку. Крупа перловая. Порт бокс номер семь. Круглосуточно тоже работает, так что санаторий Заря можно это спокойное дело туда отвозить. По контракту. Да, кстати, вот этому парнише я назначил здесь парковочное место. Поэтому он после перевозок будет всегда кататься сюда. Итак, задание, задание, задание. Сколько нам надо перевезти? 163 куба 875 литров. Замутим этому парню автогруз. Причем целых два. И это вот этот контейнер, да? У него нет заданий. Смотрите, ему надо загрузить из склада перловую крупу из мельницы, да? Два раза. Это будет 120 кубов. Он ее здесь загружает два раза. Потом это отсчитается, сбросится. И он будет выполнять вот это задание. Загрузить из склада опять-таки перловую крупу. Но на этот раз уже он будет грузить меньшее количество. 43 850, да? 43 850. И это надо будет сделать один раз. И тоже из мельницы товарный склад. Вот так вот можно это все дело настроить. Ну и само собой ему надо будет еще и выгрузить склад. Это ему надо будет сделать три раза. Крупа перловая. Адресат портбокс номер 7. Три раза ему надо будет это сделать. И все, можно его в принципе отправлять работать. После того, как он это все сделает, он приедет прямо сюда. Но возможно мы его до этого перехватим. Потому что работы у него еще много. Портбокс номер 7. Давай катайся и пускай у тебя сахар стоит в этом. Вообще без разницы с автогрузом, что тут стоит на самом деле. С этим парнем мы тоже разобрались. Он будет работать. И у нас остался еще один контейнер. И остался у нас еще один ман. Давайте тоже его подцепим. Черный, самый древний наш товарищ. Он уже, кстати, 2400 километров намотал. Какой молодец, а. Ну а кстати, если что, еще есть два контейнера маленьких. По 30 кубов. Которые свободные. Да, я же забыл сказать, наверное, я за кадром поменял контейнеры. Теперь у нас на заводах стоят те маленькие мои именные контейнеры. По 30 кубов. А большие будут использоваться у нас для большого количества перевозок. Я просто не помню, говорила я это в прошлой серии или нет. Или собирался я только это делать. Потому что я уже позабывал. Знаете ли, память как у рыбки, это очень плохо. А у меня именно такая. Старость, нерадость и все дела. Такс. Давай выгоним тебя на маршрут. Вот сюда куда-нибудь. И знаешь, что тебе надо будет сделать? Тебе надо будет загрузиться на мельницы. И разгрузиться на теплицах. Теплицах. Теплицы. Где у нас теплицы? Вот теплицы, стк, склад выгрузка. И забрать ржаную муку. И съездить один раз. Давай. Кстати, я по-моему тому парню не поставил количество поездок. Мука ржаная, фасованная. А что я тебе поставил? Нет, не мука ржаная, фасованная. Тебе надо крупа. Крупа, крупа, крупа перловая. Один раз. Сбрасываем. Надо найти еще вот этого вот паренька. Тебе надо три раза съездить. Ему ставим три раза. Давай, катайся. В общем-то, у нас все катаются. Как появятся какие-то новости. Мы с вами опять встретимся. Да, сегодня опять. А, кстати, я еще тоже забыл сказать. Ё-моё. Мы на стриме силоса продали. Вот это все уже взять невозможно. Отсюда забаганная яма. Потом я отсюда это все дело уберу. Но это будет потом и когда-нибудь. Да. В общем-то, с этими разобрались. А, кстати, давайте еще разберемся с нашими тюками. Раз уж пошла такая пьянка, будем за остальными ребятами следить. Во-первых, сколько мы их можем продать? Сухая солома льна. А, в 10 утра только можно будет на ткацкую фабрику отвозить. Значит, ждем в 10 утра. Может быть там ман какой-нибудь освободится. Потому что на Урале кататься у меня желания особого нет. Все, тогда ждем. Пускай ребята работают. Будем за ними смотреть. И как и что. Да. А здрасте еще раз. 11.27 утра. И мы, друзья, продали почти все, что можно было продать. И все, что имело смысл продавать. Убрали поля. За это время прошел, опять-таки, закрытый спонсорский стримец. Мы там мило поболтали. И все такое прочее. В общем-то, что у нас сейчас происходит? Что еще закончено? Что не закончено? Смотрите. Во-первых, последний прицеп вот такой вот тюков. Я купил себе прицеп со свапы. Который вмещает все 72 тюка. Вот последняя партия, в общем-то, везется на Урале. Урал ездит долго. А с этим у него проблемы. Соответственно, склад у нас теперь пустой. Его можно отсюда, в принципе-то, и продать. 26 тысяч мы за него получим. И он нам, в общем-то, здесь по большому счету-то не нужен. Единственное, после него осталась земля такая выжженная, что называется. Ну ладно, пускай будет. Ничего страшного. Этот товарищ сейчас приедет. Мы его там разгрузим. По автодрайверу, разумеется, это все не работает. Но я там точки расставил, чтобы он мог приехать на загрузку, на разгрузку. В общем-то, он ездит сам. Хотя до этого я сам на нем катался. Приедет, скажет, что приехал. Он молодец. Далее, друзья. Самое интересное, это, конечно же, уборка полей. Я не культивировал, потому что потом как-нибудь все сделаю. Короче говоря, у нас пришло сообщение, что херовый урожай у нас. Да? И вы подумайте, насколько он у нас херовый. Так, что это за провисание? Насколько он у нас херовый? Друзья, угадайте. Сколько вот с трех полей было собрано пшеницы и с большого поля собрано было овса? Никогда в жизни не поверите. Да, тут, кстати, полоска глюк с созреванием был. Но там такое количество, что и хрен с ним. А вы сейчас вот офигеете, на самом деле. Вот офигеете, честное слово. Смотрите. Поля у нас были, как вы знаете, удобрены. Известь, пахота. Все было в идеале. То есть максимальный урожай плюс первый сорт. Но ферма, ферма, ферма. Пшеница. 64 куба. С трех гигантских полей пшеницы. Ладно, не гигантских, но больших полей. Вот с этого большого поля овса получилось, по-моему, 30 кубов. Или что-то в этом духе. Они, в общем-то, их даже в склад не выгружал. Он даже ман не успел съездить, разгрузиться. Меньше 20 кубов. Короче, вся моя вот эта вот идея. Отвести это все на мельницу. Переработать в муку. Она не сработала. Точнее, не в муку, а в кругу. Чтобы по 60 кубов выгребьте в заначку. Оно все не сработало. Урожая тупо нет. Сейчас он продается. Клубничка у нас последняя. Да, клубника тоже у нас вся продана. Последний сейчас он там, товарищ едет. Он сейчас отвезет там клубнику. И поедет возить муку. Из всего, что мы не продали, это мука. Смотрите, что у нас происходит на мельнице. На складе у нас есть мука пшеничная фасованная. Один контейнеровоз уже ей занимается, возит ее. Два контейнеровоза вот они довезли клубнику. И сейчас тоже поехали заниматься этой самой мукой пшеничной. Они это быстро втроем. Моментом все это сделают. Это не проблема. Ездят они на хлебзавод. Там много принимается. Это рядом. По 180 кубов за одну ходку в сумме. Они моментом это все выгребут. Также я запустил... Закончилось то у нас за это время. Я запустил переработку кукурузы, которая не доделалась. В общем-то ее тут будет не сильно много. 30 кубов есть сейчас. 54 куба кукурузы есть. То есть, ну немного. Смысла продавать это сейчас нету. Мы не получим никакой большой прибавки по бюджету. Ничего интересного не будет. Ну а мана мы сейчас, который зерновоз, отправим перевезти сюда. Всю пшеницу и овес, который мы собрали. И переработаем это все в зерно. И пускай оно тут и лежит. В общем-то до следующего сезона пускай лежит. На сахарном заводе у нас, друзья, осталось еще 838 кубов сахара. Он сегодня не переработается. Сахара есть 260 кубов. Но его я тоже решил уже сегодня не продавать. Как-то не сильно много. Хотя цена на него приятная. 1700. Но ради 500 тысяч несчастных. Как-то вот не хочется. Пускай, в общем-то, завод работает. Но на этот самый завод, друзья, мы, наверное, сделаем ему апгрейд. Сейчас посмотрим. С этим, в общем-то, понятно. Ну и на балансе у нас есть 7,5 миллионов. Вот такая вот хорошая у нас сегодня продажа получилась. Еще мука не продана. С муки еще получим сейчас тоже. Больше миллиона. А вот, кстати, и тюковоз наш приехал. Давайте посмотрим, еще хватит ли места. Потому что тут, на самом деле, я... Тихо, тихо, тихо. Не едь никуда. Я, на самом деле, здесь забил полностью это дело все. Потом прошло время. Место появилось. Я вторую партию вот уже вожу. И высыпаем, высыпаем. С одного, кстати, 280 тысяч с одного полного прицепа такого получалось. Сейчас у нас прицеп не полный. Поэтому 214. И плюс еще немножечко тюков. Немножечко. Самая малость. Давайте тут тоже загружаем. Один тюк. 3800. Солом. Это вот очень хорошая цена. Прям меня радует. Ка у нас пошла выгружаться. Сейчас мы, кстати, увидим, сколько с одного контейнера мы получим. А контейнеров будет больше 10, чтобы вы понимали. Потому что там почти 800 кубов было контейнер на 60. Там контейнеров 12-13 будет вывезено. С одного контейнера 89 тысяч. То есть, ну, около ляма мы получим. На замоку. Вообще, что у нас сегодня по доходам? Что у нас сегодня по доходам и расходам? Новая техника. Это 52 тысячи. Это я сегодня купил прицепчик. Продано зданий, понятно. 26 тысяч. Обслуживание техники. Это комбайн убирал. Амортизация недвижимости. Тоже все понятно. Расходы на топливо. Понятно. Расходы на удобрения. Это самолет заказывал. Тоже все понятно. Доходы от продажи урожая. 6 миллионов. Это, по-моему, только теплицы. Или тюки тоже. Продано тюков ноль. Значит, тюки тоже. Тюки и теплицы сюда. И доходы от продажи продукции. Это мука, которая была ржаная. И сейчас пошла продаваться еще мука. Женичная. А, ну, еще мы контракт выполнили. Кстати, да. В итоге, друзья, что мы имеем? У нас теперь рейтинг 74. И время в игре 439 часов. То есть мы сейчас получим еще плюс единицу рейтинга. В ближайшее же самое время. Здесь будет 22. Также, кстати, пришло мне предложение. Пришло на снабжение. Мука ржаная. Это не фасованная ржаная мука. 48 кубов. Друзья, мы, увы, не сможем этого сделать. Во-первых, доставить до часа 6. Я не знаю, как это правильно работает. До 6 утра, если оно только пришло. Мы, в общем-то, от этого отказываемся. Хотя снабжение довольно-таки интересное. Во-первых, у нас мука вся фасованная. Не фасованную оно там не примет. Рецепа нету. И все такое, как бы, ну и хрен с ним. Пускай висит. Вот этого вот парнишку мы отправляем на базу. Давай, отправляйся. В общем-то, еще ждем, пока продастся мука оставшаяся. И вроде как все. Сегодня никакого посева. Ничего делать не будем. Это уже все будет следующий сезон. Один ман вот на мельницу приехал. А, они тут все гурьбой будут кататься. Все прекрасно. Благо, им недалеко ездить. То есть, вот отсюда им проехать буквально 10 шагов до хлебокомбината. Там принимается мука. Вот тут, а вот она рядом со всем находится. Все прекрасно. В общем-то, друзья, что я вообще хочу вам сказать в конце сезона. Сезон, как по мне, получился довольно-таки насыщенным. Заработали мы кучу денег. К следующему разу, к следующему сезону. Мы, наверное, даже сезончик начнем с посева. У нас будет посев, друзья. Мы съездим в риелторское агентство. Прикупим новые поля обязательно. Я еще посмотрю, как это все будет распределяться. У нас подрастут деревья, во-первых. Мы купим эту самую мебельную фабрику. Ну и с помощью мебельной фабрики уже будем вот это вот все туда отвозить. Делать брус. Может быть, мы ее купим и сразу же прокачаем. Потому что там, наверное, прокачку рейтинга не сильно много будет требоваться. Кстати, насчет прокачки. Что я пока что вот хотел сделать. Строительная фирма меня интересует. Генн, я переместился в строительную фирму. А что он туда не перемещается? Я знаю почему. Потому что сейчас идет загрузка из склада. В данный момент. Почему-то во время загрузки по автодрайву оно все летит в тартарары. Как будто сам автодрайв спамит кнопку R постоянно на загрузку. Поэтому я не могу ни скорость ходьбы менять, ничего не могу делать. Так, загрузилась. Вот сейчас, наверное, можно будет даже переместиться, да? Посетить? Мне нихрена не работает. А если мы залезем в технику и вылезем из нее? И попробуем переместиться. Вот теперь работает. Странное вот такое вот дерьмо. Не знаю почему. Работает. Так, смотрите. Строительство и ремонт. Что нас вообще здесь интересует? Ничего. Может быть, склад для муки на мельнице. Но здесь надо много стройматериалов, брус, в общем-то, это все понятно. Производственные линии интересуют в первую очередь. Мельницу и мукомольную и фасовочную линию мы уже прокачали. Она уже второго левела. Когда рейтинг будет 90, можно будет прокачать это все дело на третий левел. Крупорушку можно будет прокачать. И 70 рейтинга она требуется. В принципе, можно сейчас оплатить. Как бы нам уже ничего не горит на этой крупорушке. Пускай она прокачивается. Работы по улучшению линии начаты. Это понятно. Далее линия переработки свеклы. 75 рейтинга она просит. А по-моему, 73 требовала, нет? А что требовала 70? Или 73 требовала мукомольная линия? Черт. Ну ладно. Еще комплектующих требуется много, 55 кубов. У нас 74, а 75 мы получим на следующий час, да? Или на этот уже стук? Не, на следующий час. Ладно, мы чуть попозже к этому вернемся. Я-то еще никуда не ухожу. Мы это все дело обязательно прокачаем. А пока, кстати, можно отправить мана, зерновоза, чтобы он отвез пшеничку. Пока он у нас свободен. Пшеничку и... Что у нас там еще? Овес. Что за фризы какие-то непонятные? Стали появляться. Непривычно, некультурно. Овса. Кошмар. Сколько здесь овса. Почему так мало? Гач прибыл к базе. Молодец. Кстати, за счет того, что у нас здесь есть пустой прицеп второй, можно сюда немножко загрузить пшенички. Только она не здесь загружается, да. Я в курсе. Спасибо. Чего-то страшного. Сейчас все будет. Сколько у нас здесь? 27 кубов вместимость, да. То есть 54 куба пшеницы надо оставить. Следовательно, 11 кубов мы загрузим. 11 кубов. И смотри, друг, что у нас ты будешь делать. Ты едешь у нас из зернозагрузка на мельницу зерновыгрузка, да. Мельница выгрузка зерно. Мельница выгрузка. Там только зерно можно выгружать, да. И повезешь ты пшеничку. Во. Отгоним тебя чуть-чуть вперед. Ты у нас вроде как почти загруженный. Съездить тебе нужно всего лишь два раза. Давай едь. То есть первый раз он сейчас отвезет вот это, а второй раз отвезет полный прицеп. Все будет четко. Ну и на этом, в общем-то, у нас закончилась продажа. На самом деле, я уже записал конец этой серии после белого шума. А оказалось, что зачем-то я выключил микрофон, и я его записываю второй раз. Вот эту прощальную речь сейчас второй раз буду толкать. Я очень сильно расстроился, что там звук не записался. Увы. Ну ладно. Это все не проблема, знаете ли. Прощальные речи, это все такое. На этом, друзья, у нас есть 8,5 миллионов на балансе, и мы заканчиваем второй сезон этой карьеры. Будет еще третий. Будет небольшой перерывчик между всем этим делом. Я-то уж точно смогу отдохнуть, потому что у меня 9 февраля только. Серия это выйдет недельки через полторы-две, наверное, только. За это время, может быть, в какую-нибудь другую карьеру поиграем. А может и нет, как карта ляжет. В общем-то, будет видно. А уже в следующем сезоне мы, друзья, во-первых, закупимся неплохо так, потратим денег. Тратить деньги, это, по-моему, самое классное в этой игре, то, что придумали разработчики. Да, в принципе, вообще тратить деньги, это в жизни самое классное. Что-то покупать и так далее. Нужно будет обязательно, в первую очередь, вот купить мне заводик новый. Знаете, какой мебельную фабрику я хочу. Она, в принципе, не так дорого стоит, поэтому много денег она у нас не сожрет. Новые поля я тоже задумываюсь. Может быть, третье поле, первое, второе. Одиннадцатое, наверное, прикупим для свеклы. Именно вот чисто для свеклы. Может быть, вниз пойдем вот эти вот поля тоже начнем приобретать. Есть вероятность, что товарный склад можно прикупить. Почему бы и нет. И все заначки туда отвозить для срочных грузов. Почему бы и нет. Плюс там еще и брус можно будет хранить, еще много чего. Это вроде как довольно полезная штука. Можно, в принципе, вот здесь вот это вот все выкупить. И здесь тоже что-нибудь выращивать. Можно купить ткацкую фабрику и лен выращивать, и хлопочек под нее. В общем-то, вариантов развития много. И, в принципе, пишите ваши комментарии. Ваши предложения о том, чем можно позаниматься. Классно. Мне интересно. Между делом, за кадром я приведу в порядок. Подготовлю к посеву вот эти вот наши поля. Там их надо и известью будет посыпать. В принципе, это не проблема все сделать. Степлис надо будет грунт отвезти. Может быть новый закупим. А может и не закупим. Посмотрим. Будет видно, друзья. На этом у меня все. Огромное спасибо, друзья, всем спонсорам, которые поддерживают мой канал. Тем, кто донатит на стримах, вам всем, друзья, гигантская пятюня. Кто хочет смотреть ролики заранее. Также есть еще у нас там немножко эксклюзивного контента. Не только ферма. Там другие игрулечки тоже проскакивают. Дешевенькая спонсорка за доллар в месяц. Кнопочка спонсировать. Около кнопки подписаться есть. Или вот здесь вот справа подсказочка есть. Как это все работает. И что там есть. И как этим пользоваться. Лайкусики, комментарии про все это дело не забывайте. Вам же не сложно, я знаю. А мне приятно будет. А ну скриптом еще раз отдельный респект за карту. Она классная. Мне очень нравится. Ну и вроде как все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем покаки.